Всем привет, это подкаст QWebDesign. Сегодня 2 марта, первый весенний выпуск за номером 27. 27-й, да, уже? Да. Громкие темы у нас сегодня такие. Как правильно выбрать монитор для веб-дизайна? Почему веб-дизайнерам нужно играть в компьютерные игры? И, внимание, Galaxy S6 Samsung. Погнали. Ну давай, с очень-очень важной темой для нас и для вообще для всех, кто богатенький или кто бедненький будет. Да просто кому приспичило менять сейчас монитор, как в туалет приспичивание, кому-то монитор менять так же с сожжением. Во-первых, вам приспичило, скорее всего, менять в самый разгар повышения цен. Но статья на дизайн-мода, поэтому их не волнует наше повышение цен, тем более Керри Казинс пишет. Вот, кстати, я хотел спросить, у нее же обычно темы-то на какие? Вообще все. На дизайн-шеке она пишет и про фриланс, и просто как надо работать, как надо дизайнить, как юзер-экспириенс правильно делать. Но ей уже там 32 или сколько-то. Она тетенька такая опытная уже во всех делах. И в мониторах в том числе. В мониторах, видимо, в том числе. Поэтому доверять можно. Ну, давай пробежимся тогда, что она советует, и потом скажем уже, что мы думаем. Она советует сначала подумать, какой же монитор конкретно выбрать именно по форм-фактору, в смысле, что десктоп или лэптоп. То есть, все-таки мы выбираем монитор, который будет у нас стоять дома, или мы будем его носить. И это, естественно, зависит от нашего стиля работы. То есть, ты хочешь сказать, что она лэптоп здесь расценивает тоже как монитор. Да. Я-то думал, она именно... Я когда статью эту нам кидал в темки, я думал, что она только про то, что типа, какой внешний монитор выбрать, хоть для лэптопа, хоть для десктопа. Не-не-не, она говорит, что вы можете, в принципе-то, работать и на лэптопе, то есть на ноутбуке. Да, you have the second to make. Вот. Ну, тут, естественно, очень много факторов, как выбрать монитор. На ноутбуке, то есть там в зависимости уже от самого ноутбука, там батарея, в общем, очень много всяких плюсов и минусов. Keyboard size, mouse versus pen versus touch control, portability, screen size. Ну, то есть, это зависит от ноутбука. Если мы уже говорим, что мы выбрали такой-то ноутбук, мы точно говорим себе, допустим, что MacBook, то, соответственно, придется мириться с их монитором. Хотя, можно выбрать, опять же, или рейтинно, или не рейтинно. Тут, опять же... Ну, мириться — это плохое слово. Окей, жить с хорошим. Да, отлично, жить с их монитором. Да, на ноутбуке. Но если вам надо монитор такой, напольный, настольный, desktop, то здесь уже некоторые нюансы побольше. Потому что тут уже не зависит от вашего железа, вы уже можете просто купить монитор и купить. И начинается с того, какого же размера купить монитор. Она начинает говорить, что в основном веб-дизайнеры покупают мониторы примерно от 24 до 27 дюймов. Ты говоришь, что 27 дюймов — это вот стандартные эти... Ну, аймейки до последнего времени были 21 и 27 дюймов, соответственно. Вот на картиночке, я думаю, это уже 4К MacBook прям. А-а-а. Ой, MacBook. Аймек. Ага. Я не знаю, сколько он диагонален. Наверное, он 27 тоже диагонален, но разрешение там дичающее. Ну, мы, собственно, в этом подкасте уже про него говорили, поэтому... А мне интересно, это вот какие-то супер-психологи или кто там, я не знаю, глазнологи выбирают такие мониторы? В смысле, что, чтобы он подходил, там, 10 голов вмещалось там в него. Маркетологи их выбирают. А LG или кто там матрицы производит у нас для всего мира? Они такую линию уже построили, и всем приходится мириться. Ну, нет, кроме шуток, я думаю, да, какие-то глазнологи все. Потому что там, ну, взяли средний угол обзора у человека, там, 120 градусов, да, вряд ли кто-то 180 видит. У человека прямоходящего? Да. Взяли примерно эргономичное расстояние, на котором человек смотрит на монитор, знаешь, 60, 70, 80 сантиметров, я точно не знаю. Умножили на этот угол, посмотрели, сколько по вертикали человек смотришь, об шее не затекало. Так. Кто-то там стоя работает, есть такие специальные столы рабочие, они регулируются по высоте. То есть ты устал сидеть, стоя поработал, то за этим же столом просто встал и все. Угу. Лежа тут, нет, лежа. Лежа поработал. Да, да. Стоя сидя, я имел в виду, конечно. И вот они все вот это вкупе, они взяли и высрали 27 геймовый монитор. Ну, то есть придумали, да, стандарт, типа. Дальше она говорит, как же выбирать, точнее, она говорит почему-то именно какие популярные. Как выбрать, она скажет, но не так сильно. Какие самые популярные разрешения у мониторов. И говорит, что вот, судя из картиночки, которая показывает аж на новембр 2014, хотя, мне кажется, сейчас очень сильная ситуация. Именно в новембр, а с новембра по январь 15. Да, очень сильно ситуация меняется. Мне кажется, вот этот 1366 на 768, вот который у меня на ноутбуке, это уже устаревает все сильно-сильно. А вот 1920 на 1080, это, конечно, десктопы. Но это Full HD. Full HD. И они, наверное, они, конечно, не могут над ноутбуками преобладать, но как-то... Ну вот смотри, топ 10, я заголовок читаю. Десктоп, таблет, консоль, скрин резолюшн. Консоли все Full HD. Но кто 4К телек себе еще не купил, я не знаю насчет Xbox One, PlayStation 4, поддерживают ли они 4К. Так. Но вот, то есть здесь и консоли в том числе. Я не знаю, зачем она именно... Это просто все разрешения экранов в мире. Ну нет, не написано, кстати, про лэптоп. Где? Ну, десктоп, тейбл. Да, да, короче говоря... А что за такие, за десктопы, на которых 1366 на 768? Может быть, здесь десктоп имеется в виду компьютеры, таблет, планшеты и консоль консоли. А в таблет, возможно, и телефоны входят, потому что у топовых андроидов и прочего, Microsoft Windows Phone, у них Full HD разрешение. Тогда да, тогда обычные ноутбуки 1366 на 768, потом уже Full HD мониторы десктопные, вот они на втором месте идут. Вот у MacBook без Retina 1280 на 800 у 13-дюймовых и 1440 на 900 у 15-дюймовых. Ну и у Retina, соответственно, там дохрена на дохрена, то есть, ну мы попозже об этом скажем, когда она про Retina будет говорить, потому что вон у нее там следующее. Короче говоря, суть в том, что на Retina экранах, вот, например, на моей тренажке, нужно выбирать количество логических пикселей. Потому что то, что физических пикселей 2560 на 1800, это не значит, что можно такое разрешение себе выставить. Можно выставить до 1680, что ли. Сейчас я не поленюсь и зайду здесь в настроечки, да. Я не знаю, правда, как у нас программа, которая захватывает экран на это, отреагирует, если я буду менять в прямом эфире. Ну, в общем, вот, вы можете видеть, масштабировано, выглядит как 1280 на 800. Вот этот можно увеличить, 1240 на 640, и самое максимальное, чтобы выглядело как 1680 на 1050. Короче говоря, логических пикселей все равно будет меньше, чем физических, поэтому здесь-то еще и логические разрешения преобладают, поэтому Retina-овские ноутбуки, они, я так понимаю, вот сюда попадают 1280 на 800 и 1400, где он 40 на 900, соответственно. Короче говоря, давай не будем на эту диаграмму сильно ориентироваться. Да, я тоже думаю, что это просто статистика сухая и тупая. Ну, что сказать еще про Retina? Во-первых, то, что... Ну, про Retina, то, что это круто. Это прям после Retina... Ну, ты чувствуешь, да? Ну, конечно, после нее обычные ноутбуки уже, конечно, смешно смотреть. И, ну, много сайтов видно, которые под Retina не оптимизированы, там замыленные сильные картиночки. Ну, ты помнишь, когда на Retina телефоны мы перешли? Так. Ну, видно было. То есть, после того, как купили четверки первые, там, в году 2011-м, смотришь на 3GS и прям вообще говно-говно. Да, согласен. Все такое замыленное. Такое ощущение, что у тебя зрение падает. И iPad тоже, когда вышел... Я не помню, я четвертый iPad сильно не пользовал и третий. Я Air сразу после второго. Взял? Да. И там, ну, тоже разительная разница, даже на рабочем столе. То есть, эти... К иконочкам приближаешься, глазами их, ну, не видно, короче говоря, пикселей. Угу. Поэтому, кто хочет удобной работы со шрифтами, с какими-то... Шрифты намного лучше рендерятся на Retina. Прямо даже на ВК другой шрифт совсем кардинально. Заходишь и как будто на другой сайт попал. То есть, вообще очень... Браузеры рендерят шрифты, да, с учетом Retina совсем по-другому. Намного более приятно читать. Это стоит расценивать, поэтому... Ну, и тут дальше она говорит про виды жидкокристаллических панелей. Так, ты понимаешь, что жидкокристаллические... Она не говорит, что это матрица. Вот, то есть, мы когда с тобой смотрели, мы не совсем поняли, что это она имеет в виду. Панелс — это типа матрицы по-английски. А. По панели именно, что... Это именно экран, говорит. Ага. Типа жидкокристаллические панели. То есть, все-таки именно да. Ну, тут мы знаем все TTN. Вот, ТН, которая первая. Это самые стандартные мониторы. Они типа не такие дорогие. Ну, и достаточно быстро у них рефреш рейд, всякое такое. Но, конечно, именно цвета они передают не так круто, как дальше мы посмотрим, который IPS. Есть еще, видимо, какой-то переходный период из TTN в IPS. Есть вот Vertical Alignment Panels. Видишь, написано, сложнее всего найти в продаже. И оно занимает нишу между ТН и IPS. Вот, вот, вот. Не видел, я вот ни разу не видел. Ну, это какие-то, да. Вот, дальше IPS, все мы знаем. Причем IPS мы знаем в основном, наверное, тоже из-за макбуков. Там же достаточно давно уже. Я не знаю, IPS в макбуках или нет, к своему стыду. Ага. То есть, я знаю только разницу в технологии, что Twisted Nemetic, вот эти, у них черный цвет делается засвечиванием транзисторов. И там по два транзистора на каждый пиксель. А в IPS, чтобы черный цвет получить, он выключает полностью этот пиксель. И для этого три транзистора используются, поэтому они существенно дороже. Более, как это называется-то, когда техпроцесс уменьшается. Ну, короче, больше транзисторов на единицу площади, более укрупненные, хрен, не помню, но не важно. Короче, поэтому они дороже, но поэтому они намного лучше передают цвета, потому что там черный, это черный. Это не подсвеченная пустота, а просто выключенный свет по этому. То есть, это еще и связано с физикой. То есть, ты имеешь в виду, если в комнате выключить свет, то от этих пикселей не будет исходить никакого освещения. Да, не так, как вот на... Ну, вот у меня монитор не IPS, который внешний, 1920 на 1080, 24-дюймовый. Там видно, в темноте, во-первых, краевая подсветка видна, но это все, конечно... Ну да, это позор, опять же. Позор и ужас-ужас, но пока так. Вот, ну и... То есть, если вы видите в описании IPS-монитор, это значит хороший монитор, IPS-матрица. Это значит, что он будет лучше передавать цвета, но отклик у него может быть меньше. Ну да. Хотя больше, больше миллисекунд. И, ну, как бы, они есть тоже с маленьким откликом, но они дороже, соответственно, сильно из-за этого. В общем, это... Ну, она пишет, что have a slow refresh rate, то есть, и написано, что для геймеров не очень круто. Да, да. То есть, если вы в Team Fortress мамок дерете чьих-нибудь, то не подойдет. Или в CS GO. Да. Ну и вот последний, Plane Line Switching Panels, это, я так понимаю, вообще суперкруто. Это улучшенные IPS-мониторы. Более... Вот, наверное, о том, что ты говоришь, дорогие IPS-мониторы. Очень. Может быть, не знаю. Я, как бы, никогда настолько глубоко не вникал, у меня никогда таких денег не было, чтобы вникнуть еще... Че круче IPS-а вот бывает. У меня есть сотка лишняя. Дальше, вообще, очень интересный пункт такой для дизайнеров. Тут про цвета и про гамму цветов рассказывается. И здесь есть сразу картиночка, ты вот можешь прям показать ее. Что мы видим весь спектр, вот этот Visible Spectrum. И сколько смуг занимает, сколько с RGB. Вот что за Adobe RGB? Это какое, извините? Дефолтный, я так понимаю. Ну, то есть, у меня вот в фотошопе можно разные выбирать. Насколько я понимаю. Ну, а почему оно больше, чем, не знаю, чем смуг? И чем с RGB? Ну, вот так вот просто. Они же соответствовали, опять же, физическим вещам. Смуг — это для принтеров, для проекторов. Как же, я не помню, субстрактивная модель. Ну, неважно. Давай не будем сейчас в эту теорию вникаться. Мы как бы проходили это в вузах все. И даже, собственно, высчитывали, сколько байт какая там, что займет. То есть, мы, в принципе-то… Могем. Мышленые парни. Подожди. А, вот, короче, что она хочет с ним сказать? Она хочет сказать реально… Вот смотри, я выбрал здесь в фотошопе, что, видишь, можно выбирать Adobe RGB, Apple RGB, Pro Photo RGB, sRGB. Это конкретное пространство цветов, которые конкретные оттенки затрагивают именно по передаче. То есть, у них 16-ти ричный код будет один и тот же, но они чуть по-разному этот красный будут выводить, потому что у него… Ну, вот, верни… А, господи, верни. Надо это у меня смотреть. То есть, у них вот красный дальше банально. Вот, например, у White Gum RGB. Ну, у самой широкой. И ты делаешь 16-ти ричный, и тот, который был вот здесь, он будет уже вот здесь. То есть, более насыщенный. Ну, короче говоря, это банально вот про яркость и насыщенность цветов. Понял. То есть, если ты выбираешь монитор, надо смотреть, какую гамму он передаёт. Если он только смуг зараной. Да, вот весь вот этот лепесточек, это как глаз видит. То есть, даже нету сейчас таких гамм, которые бы полностью могли показывать, что наши глаза видят. Охрененный зелёный. Ну, у всех, но да, да. Причём красный лучше передаётся, да, чем… Потому что там же только длина волны. Да, да. Мы умники те ещё. Да, да, да. Ну, дальше она говорит уже достаточно об обыденных вещах таких. О том, как всё-таки поставить этот монитор. Вдруг он не будет вам вмещаться, например. А за чей счёт этот банкет она там… Не, подожди, мне понравилось сейчас. Она, значит, вот говорит о том, что, типа, как он вообще у вас будет смотреться. Как он будет у вас где стоять. Как он будет располагаться. Это тоже надо всё предусмотреть перед тем, как покупать десктопный монитор. Ну, тёлочка, короче, пишет. Тёлочка пишет. Да, я кончу ещё, надо деньги там поставить, чё-нибудь. Жабу с монетами. Да. Слушай, сейчас я тебе скажу, где она… Так, она ещё здесь пишет немного о том, вы подумайте, как он будет соединяться у вас. По каким портам. Всё-таки покупайте с умом более-менее. Да, господи, они сейчас все поддерживают и Thunderbolt, Apple'овский, и HDMI. И даже вот в новых MacBook'ах есть HDMI. Мне значительно удобнее стало сериальчики теперь на телек выводить. Так. Ну, вот-вот, на вот этот, который вы, дорогие слушатели, не видите. Но он перед нами. Да, но он есть. Большой там, хрен, 40-дюймовый, что ли, да. Но у меня маленькая комната, поэтому он кажется огромным. Ну, и сразу видно, что ребята на дизайн-мода про деньги думают в последнюю очередь, потому что именно последним пунктом у неё написано про plan a budget. То есть подумайте всё-таки, сколько у вас денег, и потом же скажите, что вы хотите. А у нас мы бы первые подумали сначала, сколько у нас денег, и потом поняли, хотим мы IPS-матрицу, хотим мы Retina, хотим мы... Ну, это, кстати, не очень правильный подход. Я всё равно сначала думаю, что мне надо, и потом либо откладываю покупку на время, когда у меня будет денег, либо иду, прошу у друзей с большим количеством денег. Пацаны, дайте до следующего... Замей до завтра. До следующего прихода, да, дайте денег. Я считаю, есть вещи бескомпромиссные. А если ты кушать не можешь без монитора? Так не бывает. Это предрассудки. Если у тебя есть компьютер с ретиной, то ты не можешь кушать хотеть, как тебе нужен ещё один Apple Cinema Display. Это бред. Ну да. В любом случае, или ты можешь у кого-нибудь занять. Всегда есть какой-нибудь человек, у которого можно занять много денег и возвращать не совсем сразу. Поэтому это всё в твоих руках. И ты всегда, у тебя будет стимул их быстро заработать, ему и отдать. Угу. Возможно, это даже просто надо делать. Надо заниматься такими вещами. Подожди, давай тогда вариант от редакции. Чё бы мы взяли? Давай на среднюю такую руку. Вот какой монитор? Десктопный. Ноутбук, понятно. Мы бы взяли, допустим, макбук с ретиной. Ну, уже взяли. Уже взяли. А, допустим, десктопный? Ну, во-первых, Бэнквики хорошие. Ну, правда хорошие. И у них есть, правда, хорошие IPS-мониторы с нормальными откликами в пределах 30-ки. Так. Ну, а если у тебя есть больше 30-ки, то, наверное, всё-таки Apple Cinema Display. Это... У которого внешняя хрень ихняя, без компьютера внутри, просто такой же здоровый монитор. Я не помню, он 27, по-моему, тоже дюймов. Причём все ждали Apple Cinema Display с ретиной, когда вышел iMac ретиновский. Угу. Ну, а нет, он не вышел, потому что по двум Thunderbolt'ам надо было бы подключать. Да-да, я помню такую историю. Подожди, но сейчас же сильно подняли цены на эту всю тему. Ну, ты уж извини меня. Мы в вакууме находимся, получаем деньги в долларах, поэтому нам похрен, на какие цены там подняли или не подняли. Ну, да, понятно, что это стоит... Бэнкью хороший монитор. Всё, окей. Я прям... Ну, кстати, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Кидайте фоточки своих мониторов. Ну, фоточки лучше на ВК в комментариях к новости сегодняшней вечерней про этот подкаст кидайте. В YouTube просто он по умолчанию под спам любые ссылки кидает. Мне приходится потом опрувить эти комментарии как верные. Некоторые я даже не опруваю, если они мне вдруг не понравятся. Поэтому, да. Но, да, пишите, какие бы вы фирмы мониторов взяли не Apple-овские. И почему? Ну, давай ещё что-то. У нас сейчас вот такая тема тоже про мониторы практически следующая. Да, кстати, нет. Там про... По статьям на веб-дизайне Дипо называется «4 reasons web designers should be playing more video games». «4 причины, по которым веб-дизайнерам нужно играть в компьютерные игры». Причём здесь имеются в виду, к сожалению, командные игры. Мультиплеер? Не обязательно мультиплеер, просто кооператив. Но в данном случае они имеют в виду типа Call of Duty и Battlefield. То есть, я так понимаю, Battlefield это мультиплеер, а Call of Duty есть кооператив. Ну, кроме мультиплеера, очевидно, естественно. Хотя я не эксперт. Я не следую этим четырём причинам, к сожалению. Так. Да, в общем, вот видишь, no really you should. If anyone asks why you... Короче говоря, если кто-то спросит вас, почему вы в 3 утра играете в ваш шутер с гибрид ММО, видишь, да? То есть, видимо, Battlefield-овская тема. Да-да-да. Типа, кидайте им нашу статью. Понятно. Это для мамок отмаз. Да, это отмаз для мамок, на самом деле. Или для... Папок? Ну, папок это... Перед папками уже не отмазываешься. Ну да, уже ремнём получается. Подожди, то есть, я такой, короче, ко мне заходит, я говорю, я вообще веб-дизайнером хочу быть, поэтому играю, сижу в тренинге. Нет, я же веб-дизайнер, и нам надо ещё по ночам играть, а не спать. А, понял, понял. Ну и я на сразу, а, ну, дедлайн, значит, ещё не так близко. Обычно бы ты в 3 утра, а ещё там это там, да? Да. В общем, первая причина. We're all on the same side. Well, except for those other guys. Короче говоря, о том, что, типа, вот вы примерно тем же комьюнити, что работаете, играете в одной команде, сплачиваетесь, слаживаетесь, и у вас одна цель. To kill other team. И вот в проекте, на самом деле, у вас тоже одна цель. Причём даже не убить заказчика, как можно по аналогии попытаться догадаться, а такая, что, типа, вам нужно преодолеть препятствия. Препятствия — это невежество заказчика. Миссия. Невежество, его непонимание базовых принципов юзер-экспириенса. И, типа, вот наша-то цель — преодолеть эти препятствия. То, что он не знает, что такое юзер-экспириенс, донести ему напрямую в мозг, почему надо делать именно такой цвет, такой оттенок, такую анимацию, не делать там какое-нибудь суперсплывающее модальное окно, сразу же не уходите с нашего сайта. И прочие вещи, которые заказчикам кажутся нормальными, но на самом деле таковыми не являются. Причём не потому, что мы такие думаем, что если нам не нравится, значит всем юзерам в мире не нравится. Нет, это как раз говорит, об этом аналитика может говорить. Мы тоже там не с первым клиентом работаем, знаем, что вот здесь отваливаются обычно люди, процент отказов растёт, клик-сру-рейт у этих сплывающих окон вообще никакой. И поэтому, да, это конечно всё от специфики конкретного рынка зависит, отрасли, но в общем суть в том, что типа вы сплачиваетесь, когда играете в игру против другой команды, и у вас у всех одна цель, вы можете на ней сфокусироваться, и вы ни о чём больше не думаете. Вот типа в работе должно быть точно так же. Подожди, а это не то же самое, что всем офисом поехать играть в страйкбол? Ну, это уже к нашим реалиям, да, к сожалению. Статья же всё-таки на веб-дизайнер Дипоне, на lifehacker.ru. Вот на lifehacker.ru, да, надо в пейнтбол ходить, в бильярд, в сауну. Но там, понимаешь, у тебя цель нажраться. И не нажраться позже всех, а может быть ещё и с кем-нибудь уехать. Поэтому там не одна цель. Нужны именно время... Ну да, пейнтбол, страйкбол... Ну, страйкбол дорого. Пейнтбол, да, это схожее. Вам нужно с другой командой как-то посоперничать и слаженно поработать. Урок номер два. Newbies are to be loved, noobs are to be squirred. Не знаю, что за слово. Ну, короче говоря, важно отличать новичков от нубов. А нубы — это те люди, которые не хотят учиться. Они уже пять лет нубы, и они только бесят всех. Вот нужно в командах к новичкам относиться реально хорошо, помогать им там, ну, не нервничать, а нубов сразу сливать. То есть так же, как в игре, опять же. Да, да. И, собственно, ну, поэтому здесь о том и говорят. И как бы... Здесь вам ещё говорят о том, что нужно нубов тоже аккуратно сливать. Но это следующий пункт, но тем не менее. И их важно сливать не только для вашего конкретного того, что вы перестаёте верить людей, вам кажется, что все не новички, а нубы. А ещё и для того, чтобы в команде не росло раздражение, там, ну и так далее. В общем, все очевидные в мире вещи. Нубов сливаете, новичков учите и сплачиваетесь вокруг них ещё. Повторение мать учения. Лессон номер три. Люди помнят, как вы... С чем вы у них, короче, ассоциируетесь? Психологический якорь, если говорить терминологией. То есть, если вы на кого-то сильно набыдлили, то он потом с вами всё время будет дерьмово работать, поэтому нужно всё мягонько делать. Такая тема, да? Да. И в большинстве стараться как-то положительными способами слить нуба, например, как-то это. Вдруг ещё как-то сведёт судьба. Вот здесь об этом в конце говорится, что вы, может быть, и с этим человеком не будете никогда работать, но у него может остаться впечатление о вас как о команде профессионалов, и он вас кому-нибудь порекомендует. Он как бы будет просто думать, что вы не сработались. Не то, что вы черти слили его, потому что он там тупой. А просто, ну, мы с ними не сработались, но они крутые пацаны, и вот я их рекомендую. Поэтому нужно терпимостью учиться дзен познавать, рабочий и игровой. Это с помощью игры надо? То есть ты в игре должен сказать чуваку, чувак, ты давай вот это. И тут здесь говорят о том, что замутить его. Если он просто быдлит, что-нибудь орёт, ты аккуратненько его мутишь, он аккуратненько сам всё понимает, потом уже не быдлит. Вообще чат спокойно делает, там на меду идёт. И это как бы переносится потом в реальную жизнь. Нет, и аналогия здесь в том, что когда реальный чувак что-нибудь хреново делает, ты просто говоришь, чувак, давай вот этот проект, ты уже не будешь с нами делать? Ты давай. Ну, нас хватает людей пока, ну, просто, ну, так получается, следующие проекты посмотрим, может, как бы ты в эту команду тоже попадёшь, пока у тебя без содержания. И ты ему это так говоришь, что он думает, блин, в натуре, чуваки такие крутые, но вот мне вот в этот раз с ними вообще не по пути. И он идёт домой, он спрашивает, блин, чувак, а где хороший стартап, можно там, у меня вот гениальная идея. Он говорит, да как я вот работал с такими крутыми ребятами. А так бы он сказал, да не, я ничего не знаю, чувак, всё, пошёл нахрен, у меня плохое настроение. Да-да-да. Понял аналогию? Да-да-да. Лессон 4, be clear, be specific. То есть, в игре нужно чётко орать, беги на миду. И беги на миду, стопай вот этого, там, чё-нибудь кайте его, пока мы не подбежим, там, говно. Я не знаю, правильно я сейчас что-то сказал или нет, но должно быть по смыслу что-то ясное. Напишите в комментариях, если я правильно сказал, или напишите, как надо было сказать. Короче говоря, нужно чётко и хлёстко раздавать указания и общаться в команде, чтобы все друг друга понимали. И игра, она более динамична, получается, в большинстве случаев, чем работа. Работа, она такая кисельная, да, ну, кроме каких-нибудь брейнстормов, там, и прочих моментов, когда завтра сдавать, нихрена не готово. Нужно очень чётко, хлёстко общаться внутри команды, чтобы чеканно, я бы даже сказал, чтобы понятно было, кто что делает, никто не прокрастинировал, там. В смысле, это зависит, кто там, типа, тим-лидер, или это по хрену, каждый-каждому раздаёт. Да нет, дело же даже не в том, что ты непосредственно раздаёшь, а просто говоришь, я сделал это. А, понял. И чувак, понимая, что ты сделал это, начинает готовиться к тому, что сейчас ты ещё вот это доделаешь, и ему уже верстать. То есть, когда ты говоришь, я сверстал хедер, допустим, нарисовал там в фотошопе, да, чувак знает, что, о, если Санька нарисовал хедер, это значит, жди беды. Это значит, что полдня, и макет готовый, завтра я уже верстаю. Я уже там, грант конфиг пишу о том, примерно, что там будет собираться, CG спрайт, там, бла-бла-бла. Понятно, то есть плюсы к командной работе сильные. То есть, чем более чётко ты изъясняешься, по крайней мере, для конкретно вот этой группы людей, то есть вас со стороны-то люди могут и не понимать, и это, собственно, и похрен, потому что вам важно, чтобы вы друг друга очень чётко понимали. Чеканно. Да. Конклюжн, ну, ну, вывод понятен. Короче говоря, если вместе с командой чем-то ещё заниматься, то люди привыкают к друг другу, и как говорят, начинают понимать друг друга с полуслова, может быть, это, это хорошо. Но это вам любые, как это называется-то, тик, тим, тимбилдинг, вот, точно, тимбилдинг. Любые специалисты по тимбилдингу, то есть, на самом деле, просто паразиты. Бездельники. Да, паразиты и бездельники нашей экономики, они вам все это тоже могут наплести ещё более красивыми словами, чем мы сейчас. Давай, Никита, бомбить, следующая тема, она прям башню сорвать должна. Подожди, башню, я вот ждал, что должно у всех башню сорвать от новой темы, но, я считаю, что она выльется сейчас в очень философскую, вот просто, сейчас все офигеют. Ты имеешь в виду, что это будет, это не то, что вы думаете? Это не то, что вы подумали, да. Значит, тема звучит, на самом деле, очень просто. На MWC презентовали Samsung Galaxy S6 и Samsung Galaxy S6 Edge. А где у нас в этом году проходил MWC? В Барселоне. Вау. Да. Вот, значит, новые трубки две, которые выйдут 10 апреля. Почти перед GTA. Почти за 4 дня. До новых скриншотов GTA. Предположительно. Слово забыл. Да. Извините. Значит, вообще можно много говорить, что там, какое железо крутое. Там будет Android, новый Lollipop, вот этот, который вышел. Вау, пятый. Пятый, да? Пятый. Вот. Там будет все, все по-современному. Вот в этих Samsung. Мы прям видим скрины, супер-современно. Да. Сразу главное Google. Сразу главное Google. Я вот хотел сказать уже дальше. Дальше уже про то, как они выглядят. Допустим, как выглядит Galaxy S6. И как... Короче, давай так. Давай знаешь, с чего начнем? Давай начнем с того, что они отличаются всего лишь загнутыми углами. Ну, Edge и обычной S6. Ну, ну, ну. То, что там будет такое все покатое в Edge именно. Ну, вот именно вертикальные эти. А ты проскроль, кстати. Ты там, давай найдем. там есть фотки. Вот так будет Edge выглядеть. Ну, богато, богато. Да. Там видно, что девайсы... Это будет именно крутая модель. Прям как... Не как плюс даже у iPhone, а прям крутая. Они же должны стоить-то одинаково или нет? Ну, вроде как та позиционируется, как крутая. Я не знаю. Ладно, понятно. Пусть позиционируется. Вот. И, значит, мы, когда начали смотреть и разбирать вот внешний вид, мы увидели настолько сильные, просто вот настолько прям вот скопированные вещи с iPhone, что просто офигеет. Вот, допустим, даже та же самая зарядка внизу и наушники. Я понимаю, что по-другому их как бы сделать и сложно, но это... А, без полос, да, вот этих нельзя сделать? И в точечки точно в такие же. Ну, это до свидос, конечно. Ну, нельзя никак, просто никак. Да. Смешно. Да, очень сильно похоже все внизу. Очень сильно... Во-первых, тачпад. Фу, тачпад, что я несу? Тач-айди сделали. Он не тач-айди же называется. А у них... Короче говоря, считывание отпечатка пальцев. Но у них он называется Samsung Touch какой-нибудь? Samsung ID, я не знаю. Samsung Pay еще. Угу, но это мы забегаем вперед, они свою платежную систему тоже сделали. Как у Apple, да. Как Apple Pay. Вот. Сделали такую же выделенную камеру, как... Выпуклую, да. На которую все андроидеры хейтили полгода, или сколько назад шестерочка вышла, что типа фу-фу-фу, выделенная камера... Уже от тебя на свою... Выпуклая камера это говно, но нет, теперь у них тоже своя выпуклая камера. Короче, Galaxy S6 очень сильно похож на... Ну, как на новый, на iPhone 6. Так. Причем даже цифрой. S6, iPhone 6. Угу. И к чему нас это ведет? Главный, он же дизайнер, мы уже про веб-дизайн говорим, главный дизайнер... Джонни? Сэр. Сэр Джонни. Айф. Он же... Мы говорили про то, что он плачет. Да, мы когда-то говорили в каком-то из подкастов, еще в самом начальном, говорили про то, что он жалуется своей жене, когда приходит домой, о том, что у него копируют его дизайн. Там не то, что жене, он в каком-то интервью говорил, и он говорил, типа вот... Его спрашивают, как вы вообще реагируете на то, что типа вот ваш дизайн копирует постоянно, ожидая, что он что-нибудь под зену скажет, что ну копирует и копирует, как бы ну так бывает, это там течение мира, там все такое. Но нет, он ответил тогда так, что типа... Да я, говорит, очень отрицательно к этому отношусь, потому что мне, чтобы типа это придумать, мы там на работе оставались, там я приходил домой к жене там в 10, в 12 ночи, вместо того, чтобы там в 6 уже дома быть. И вот пусть они им объяснят, типа это потом, моей жене, типа самсунговцы, пусть объяснят, что типа... А у них просто ушло время на то, что они скопировали это и все. И уже были у себя дома вовремя. То есть чувак пахал 25 на 8, чтобы придумать этот дизайн? Да, как-то, ну, проводил какие-то исследования. то есть, как ты говоришь, там измерили угол среднестатистических людей, вот это все. То есть они же это не с хрена берут. Конечно. Вот, поэтому, в общем, достаточно грустно, что они так скопировали. Они могут, конечно, отмазаться, что это было еще раньше придумано, еще, может быть, раньше айфона. Знаешь, чем они могут отказываться откровенно? Тем, что, типа, если вы делаете такой тонкий телефон, то по-другому просто, ну, нельзя его сделать. Да, да, блин, ну, сделали бы динамик не точечками, а, я не знаю, полосами. Но это же тоже, у тебя же вот на микрофоне тоже сеточка. А, тоже исследование проводили. Это же тоже, чтобы у тебя разбивался там сигнал. Поп-фильтр, он почему, типа капроновый такой, ну, как бы не капроновый, а из такой сетки мелкой, чтобы у тебя тоже волны там разбивались дискретно и так далее. И вот я, вот этого всего не было. Поэтому, ну, Ну, подожди. Чисто теоретически, чуть-чуть, это физикой диктовано, конечно, вот, да. И, опять же, сейчас, я думаю, у многих вопрос повис. Почему он не может нормально реагировать на то, что у него копируют? Ведь если у тебя копируют, значит, ты крутой, значит, у тебя известный дизайн. Ну, Apple и денег больше зарабатывает на этом, откровенно. То есть, в принципе, у них все плюсы, но, ну, это правда погано. Да нет, да бесит. Вот скажи, бесит. Я отлично их понимаю. Вот стопудово бесит. То есть, если у тебя что-то копируют, а ты это до этого, ты об этом думал, там, 20 лет. Так ты причем встречался по вечерам в кафешках, сидел с ноутбуком, обсуждал, пока он не сел в течение нескольких часов. Да. Потом еще шел пешком домой, обсуждал это там, что, как сделать. Потом сидел, это имплементировал, придумал, пробовал, несколько вариаций, там, выкатывал, как-то смотрел, как комьюнити отреагирует. Ну, да. А, Б, тесты, возможно, проводил. А, Б, тестирование, конечно. Как Паула нам писала, тоже на дизайн моды, или тоже Керри Казинс, я не помню, очень давно это было. Но писали, писали статьи. Да, поэтому, в общем, плагиат, это плохо, надо придумывать свое. Возможно, ты придумаешь хуже, но потом по своему пути пойдя, ты вырастешь в что-то другое, или в большее. У тебя просто, ну, своя какая-то аудитория будет. Не знаю, это действительно очень философский вопрос, но, понимаешь, еще Эйнштейн же сказал, типа, если вы хотите другой, как там было-то нахрен, что-то я не подготовился. В общем, суть в том, что нельзя делать то же самое и ожидать другого результата. То есть, если вы хотите супер бомбануть, там, что-то это, то надо свое что-то придумать, идти против, там, системы и так далее. А если вы уже за кем-то сильно повторяете, то результат будет меньше. Ну, то есть, он точно не превзойдет оригинал, если вы просто его копируете. И это как-то, по-моему, тупо не хотеть, не пытаться, там, превзойти кого-то или что-то и сделать свое, там, гениальное. Ну, может быть, кто-то хочет сугубо, там, копированием заниматься и этим жить, но это, по-моему, но здесь надо еще подчеркнуть, что пока ты учишься, надо очень много, надо много смотреть и много, как бы, не то, что копировать, а делать как люди, чтобы научиться хотя бы делать, как они. Хотя бы. Это еще одна цитата уже Стива Джобса, что типа, хорошие художники что-то там делают, а очень хорошие воруют. Да, да, да. Одни копируют, другие воруют, наверное, как они так. Да, да, да. Типа, что некоторые пытаются подражать, а другие прям полностью идею берут, но, видимо, настолько круто ее как-то видоизменяют, что-то это, ну, это все, это он тоже мог для хохма сказать, то есть сейчас под эту подводить все. Почему? Вот, допустим, давай про лампочки, вот, Эдисон, он же работал очень сильно над лампочками, он, он, не то, что сворвал идею, он взял как бы идею лампочки, там, нашего русского чувака. что просто, что лампа накаливания, если сделать ее из особо редких металлов, типа там, вольфрама и так далее, то у них температура плавления очень высокая, насколько я помню, поэтому, пустив не очень большой разряд тока, она очень ярко светится. Но он же там чуть ли не 11 тысяч прототипов выкатил разных, они у него там то взрывались, то там... Практически убивали его. Да, но ему этот, говорил же помощник, типа там, Томас, ты дурак, ничего у тебя не получится, ты не можешь сделать эту лампочку. Ну, после того, как очередной там взрыв, там ослепление, говно, такой, нет, я знаю, типа просто всего лишь еще один способ, как делать не надо. Да, 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 то есть, в общем, в общем, достаточно философская у нас тема с этим Галакси. Да, то есть заслуг у него нельзя отнять, из-за того, что идею он взял. Можно взять... Идеи сами по себе ни хрена не стоят. Уолт Дисней говорил, что там, где я беру идеи, их великое множество. Поэтому, вот, идеи надо брать там, где их великое множество. А делать свое? И делать их свои с точки зрения уже того, что вы на практике попробовали, как-то это у вас мутировало все, модифицировалось во что-то, какой-то другой проект, поэтому, я считаю, что Самсунгу нужно было бы поступить, ну, допустим, даже первый Галакси С, они взяли там, откровенно слили с айфона, я не помню, какой тогда был, там, 3GS, может быть, уже четверка была, я не помню. Но я помню, когда это было, в институте мы еще учились, и после этого, как-то пойти своим путем, развивать это, или что-то еще, но, видимо, у них технологический отдел какой-то такой, не очень, и они, вот, маркетингом занимаются, жутко агрессивным, везде это все, пихают говно. В любой магазин зайдешь, и тебе любой консультант будет именно Самсунг советовать, хоть это телевизор, хоть телефон, хоть планшет, хоть что. Ну да, ну например, даже социальная сеть ВКонтакте слила откровенно у Фейсбука идею, а сами развивались. И пошла вообще другим путем, и ВКонтакте, как бы, намного более эргономичные, вообще, в 100 тысяч миллионов раз. Ну да, под свою аудиторию абсолютно 100% заточено. мне прямо сейчас понравился этот пример, это очень круто. Они реально взяли идею, но полностью сделали ее другой, то есть, примерно как, опять же, ну, Паше Дуров, видимо, ему нравится эта тема, он взял Телеграм, он слезал в WhatsApp, грубо говоря, но он немного в сторону пошел, начал добавлять такие плюшечки, эти плюшечки, еще дополнительное шифрование, там, всякий досвидос, короче говоря, и в принципе, я думаю, не конкурент в WhatsApp, в той среде, в которой он есть, еще по 100, как его тем более Facebook купил. вот, но, вот, мы пользуемся Телеграмом в нашей Private Life, да? Да, ну, давай к нашим, как я люблю говорить. Да, ты подожди, я хочу узнать, здесь будет какой-нибудь финал, нет, здесь не будет, надо вернуть никакого финала, поэтому, ну, пишите, если вы собираетесь новый Samsung брать, мы вот сегодня с Никитой прошлись по розничным сетям, чисто случайно, в обеденный перерыв, и на Samsung не повысились цены, а на iPhone, конечно, дико повысились, то есть, ну, может быть, для многих это, конечно, будет какой-то основополагающей, опять же, вещью, но, мне кажется, это бескомпромиссно, это, я лучше буду два года без телефона сидеть, но потом нормальный возьму, чем буду говно в этим пользоваться, тем более, что я пробовал, да, то есть не то, что это пустой звук, я все это пробовал, и андроиды разные, хорошие, и плохие, и поддельные андроиды, и Windows Phone 7.8, все это просто, это странно, вот, например, на Windows Phone 8.1, в приложении Nokia Camera, да, чтобы выбрать переднюю камеру, нужно в отдельное меню зайти, выбрать, типа, фронтальная камера, да, но есть отдельное приложение Nokia Selfie, в котором только передняя камера, и это все еще друг в друге, непонятно где находится, иконочки эти, они там беленьким нарисованы, в самом центре квадратика, нихрена не видно, они не различаются между собой, одна камера, вторая тоже камера, но у одной, типа, ландшафтик нарисован, а у другой телка, ну, типа, селфи, ну, в общем, это все, это так смешно и тупо, по сравнению с тем, насколько это в нормальной операционной системе реализовано, поэтому, да. Так, ну ладно, экспертиков мы закрываем в диванах, переходим к нашим темам. Так, наши темы, они тоже такие, диванные экспертизы. Официальный плагин Twitter выкатил для WordPress, как вы поняли, к новостям в WordPress переходим. Так, с полей. Так, а мы сколько уже записываем? Мы уже записываем 42 минуты, надо как-то это быстро делать. Будем, будем. Мы зафилософствовались. Чеканно. Да, чеканно. В общем, плагин носит в себе несколько функций. Twitter cards, кто не знает, это вы на свой сайт специальную разметку вставляете, похожую на Open Graph разметку фейсбуковскую, и у вас на Twitter, если ссылочка на ваш сайт есть, то сниппет небольшой появляется. Угу. Давайте посмотрим на наш любимый сайт, как это выглядит все. Давай. Наш любимый сайт сегодня с лагом от сервера, достаточно большим грузится. Ты хочешь посмотреть, как... Я хочу посмотреть, как выглядит эта разметка, и как это выглядит на Twitter. Давай. Для тех, кто не в курсе. А причем в iTunes не посмотрят, да? Ну, в iTunes, дорогие наши слушатели, вы... Я сейчас говорю про вебсайне.ру, сайт наш любимый. Здесь есть несколько строк, типа, метанейм, Twitter, двоеточие, card, Twitter, двоеточие, description, и так далее. Ну, я говорю, по аналогии с Open Graph, вот, OG, точка, ой, двоеточие, local, там, type, title, т, 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 т. Причем, Twitter ловит многие из Open Graph. Если нету отдельного Twitter description, он возьмет OG description, никаких проблем. То есть, он либерален достаточно в этом отношении. То есть, вот это все у меня делается плагином SEO by UAST. Отличный плагин, обязательно попробуйте. Вот. И на самом Twitter это выглядит, как же это выглядит, это выглядит, т, 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 что я много писал-то, а? Вот, как это выглядит. Показать сводку здесь надо нажать. Вот, здесь есть небольшой сниппет, то есть, картиночка, заголовок, кто написал, и description. Все, посмотреть на сайте есть кнопка, которая на эту статью ведет. То есть, есть их несколько видов. То есть, вот это Twitter card big description, точнее, big picture description. Здесь у них в блоге показывается вот это. Здесь маленькая картиночка и description слева. То есть, их плагин, если у вас нету SEO by UAST, вот эту разметку вам ставят. Ага, то есть, самому можно ничего не писать, просто поставил это и все. Да, да, да. Twitter аналитика. Мало кто знает, но есть так называемая Twitter аналитика. Twitter analytics.twitter.com насколько я помню. Вот в ней будет показано, что типа из этих карточек переходили там и так далее. то есть, вот там, в какой день, кто там, сколько вас смотрел, там у меня в какой-то день 963 человека видели, там кто... Прямо по карточкам кто нажимает? Да, здесь будет пункт про карточки. Я не знаю, у меня есть это или нет. Я как бы не пытаюсь анализировать свой Twitter. Кто что, вызбранный, когда добавлял, отвечали, ретвитил, меня чуть не ретвитит никто. Переходы по ссылкам, кто здесь как. Вот, кстати, это круто. Вот это, по-моему, тоже там есть. По той ссылке, которая вот именно в сводке, здесь это будет отдельно написано как-то так. Я не знаю точно, но это есть. Потом, embedded tweets NVIDIA. Кроме того, что WordPress поддерживает Ombed технологию, то есть вы просто кидаете ссылку на твит в редакторе, он у вас в посте появляется. Можно немножечко это кастомить. Я сейчас на localhost покажу, потому что этот плагин никогда в продакшене не накатывал, потому что зачем? UAST лучше с этим справляется. Ну вот, тестовый пост про твиттер я здесь создал. И вот, можно даже темный твиттер вкладывать в... Как я? В... Встраивать, встраивать точно. Красный вот это я сделал того же цвета, что вот эти ссылки. Это можно кастомить в админке. Сейчас покажу, как в админке выглядит. Да, но, к сожалению, нельзя по-прежнему центровать этот твит. То есть, если бы мы как вот... Можно же как твит это встраивать? Сейчас покажу, как. Заходить на... Вот здесь на твит, жать на точечки. Ой, господи. Разместить твит, копировать вот этот блок код класс, бла-бла-бла. Так, я прямо сейчас буду тогда это показывать. И вставлять в пост. А, да. Сейчас... А где редактировать? А, надо зайти в него. Так ты поди не админ? Нет, нет, я админ, я просто не на сингле находился. Вот. И я могу, кроме вот этого, вот так вставлять, допустим. Ну, вот мы посмотрим сейчас изменения. Я не знаю, кастомизация применится? Нет, да, тоже применяется. Вот так этот выглядит встроенный твит. Но, я могу здесь добавить TV Alligan Center. Как-то так. Давай посмотрим, сработает или нет. Вот, видел? И вот этого по-прежнему нету в этом плагине. Хотя, могли какой-нибудь кастомизатор для этого тоже сделать? Я тогда, когда хочу твиты сделать по центру, то есть практически всегда, я вот такой большой набор действий выполняю, ну, хотя бы темные они теперь есть. Ты вот, Никита, видел хоть где-нибудь на сайтах темные твиты встроенные? Неа, это какое-то нововведение. Я вот тоже не видел, но вот, оказывается, оно всегда будет. Ну, я не знаю, сейчас всегда, но сейчас оно есть. Так, твит баттон. В конце каждого поста можно добавить вот эту кнопочку твитнуть, которая уже покажет, сколько именно этот пост был раз затвитен. Но, я считаю, что это глупо, только вот твиттер добавлять, я вот сейчас, на YouDesign.ru у нас используется плагин Яндекс.Поделиться. Он неплохой, потому что он от каждого ресурса, там, твиттера, фейсбука, чего-то еще, скриптик не подключают, он через свой скрипт все это прокидывает, через API. И вот эти счетчики тоже здесь есть, они еще и в одном стиле выполнены. По-моему, вот такими вещами пользоваться удобнее, чем в каждом отдельном сервисе делать такую штуку. Вот так в админке. Это что? Оно же еще, понимаешь, все будет не в стиль. Оно будет, одна кнопка такая. Это просто смешно. Ну, ее можно вот, можно ее не отображать. Здесь в настройках есть твиттер, вот тема светлая и темная, то, что я тебе говорил. Цвета ссылок, цвета рамки. Какое имя пользователя, если follow button показывать. Кстати, я не знаю, где follow button, но где-то она должна быть. Сейчас посмотрим. И вот кнопки твитнуть после, до записи и до, и после, чтобы задолбать. Показывать количество твитов, большая кнопка, маленькая. То есть, вот тут на самом деле настроек не очень много. Большинство делается уже просто сразу и по умолчанию. Типа вот этих карт так не то. Вот, follow button есть. widget area alongside author information. Так, не туда зашел. В виджетах, они говорят, можно сделать. Давай, зайдем в виджет и посмотрим, есть ли там follow button. Нету. А, нет, вот твиттер follow button действительно. Так, давай поставим в primary sidebar ее туда. Заголовок. За follow вид с восклицательным знаком. Черт, я неправильно написал зав follow ведь. Имя пользователя наш твиттер дизайна. Кстати, подписывайтесь на него, если еще не подписаны. Показывайте имя пользователя, показывайте количество читателей. Размер кнопок. Давай сначала средний посмотрим, потом большой. У нас же нет никаких комплексов, чтобы сразу большое делать. так, так я, нет, я хотел сразу большой. Так, э, что, не сохранилось, что ли? Primary sidebar. Ты вот там сохранить нажми. Я вроде нажал. А у тебя все, что ли? Не будет? Но это точно она. То есть, как бы, ну, primary есть primary. Ты видишь, что она. Большой, вдруг. Так, только с большими работают. Да, да, похоже, только с большими работают. Не знаю, почему у нас 425 читателей. Ну, вот, да, вот этот заголовочек и вот кнопка. Ну, прикольно, виджет сделали. Хотя, опять же, это же можно было, ну, самому не самому. Короче, Twitter молодцы. Facebook давно уже и выкатил свой плагин, извините. И Vine тоже выкатил свой плагин, кстати, от Twitter. Поэтому, вот этот Twitter плагин не заставил себя ждать. Так, это была первая тема. И у нас есть вторая. Так, что тут столько всего открыто? Я не понимаю, я уже запутался. WordPress theme directory launched new web design. New web design. Я вообще-то все. Мы уже говорили в этом подкасте с тобой, что они собираются ее сделать как в админке. Помнишь, да, вот сделали. Я не знаю, о чем тут говорить. Короче говоря, прикольно. Он, наверное, как-нибудь более быстро работает, более лучше одевается еще. Не знаю. То есть, сделали привычный вид выбора темки такой же вид, как в WordPress в самом. Да, downloads birthday еще прям сразу сюда встроили. Это, по-моему, можно было как-то посмотреть где-то. Но да. То есть, да, привычный сделали. Плагины еще не сделали. Тоже, я думаю, будет. Я прям вангую тебе, что будет. А зачем? Да просто консистенция. Чтобы у них одна кодбейс была и для WordPress, и для WordPress.org. Они же это как-нибудь, ну, примерно одними и теми же файлами верстали там, наверное, делали, имплементировали. Ну да, да. Прикольно. Да. Not a whole lot to say about it, я бы вот так даже сказал. Поэтому финальный. WordPress theme review handbook updated to include design recommendations. Кто не знает, для того, чтобы ваша тема попала в директорию WordPress.org, там ее проверяют, вообще-то. Кроме того, не только на вирусы, еще на экстремизм и прочие вещи вот эти. Так вот, да, нужно прогнать плагином theme review, который многие знают, я думаю. И там в основном все было про код. Типа у вас должен быть там незабыдленный код, все по стандартам, не использовать deprecated функции, которые уже там через пару релизов уберут и прочие вещи. Теперь они вот в этот, как сказать, список добавили рекомендации по дизайну. Так. Вот что ты по этому поводу думаешь? Ты имеешь в виду, чтобы у тебя там был слайдер обязательно, там вот это. Ну не настолько, но практически, что должны быть контрастными там вещи. А-а-а. Блоки должны явно друг от друга, чтобы откровенно говно туда не клал никто. Понятно, чтобы не было черное на черном. Ну, да, типа того. То есть вот тут, ну тут видишь, много. Типа, вот подумайте, есть ли ваши темы идеальная ваша публика? То есть это женская тема, допустим, или то-то-то, то чтобы как-то удобнее его. Достаточно ли большой шрифт? То есть видишь, нужно минимум 14 пикселей. Большой? Большой. Большой. Минимум 14 пикселей. Минимум 14 пикселей в размере, особенно если у шрифта хороший X-height. То есть футура не пойдет. Футура слишком дюймовый, даже 14. На большой. Больше надо, чем 14. А за хедер и бодифонт easy to read. Есть ли достаточное различие между хедером, параграфом, чтобы их различить друг от друга? То есть, ну, такие базовые вещи, но я так понимаю, им это надо, чтобы прижать, кого надо, и не пропускать, наконец-то, там, чьи-нибудь темы. Да, это правильно. Я просто не представляю, если ты все соблюл в коде, и у тебя плохой дизайн, то это ты дурак. Нет, ну почему? Ты хороший программист, но ты говеный дизайн. Нер. Я думал, туда льют ребята уже командами, которые собрались, и сейчас будем... Три команды нахрен. Нет. Именно в WordPress.org всякие-то имена, посмотри, там просто Мэри, там, Мэйб, Магдалена. Брэндизайк, Перегринтук. A good roll of thumb is 1.3, 1.4, Lionheight. Видишь, они чтобы разряжены. Как это называется, по-русски? Leading по-английски это называется. Как это называется, по-русски, лидинг. Понятно. В общем, нужно, чтобы это было смотривольно, нормально, вообще по-человечески сделано все. Ну, контрастно, да, черное на черном, чтобы не было. не отвлекают ли ваши градиенты или теньки от контента. Ну, в общем, кроме шуток, если вернуться в нормальное русло, то я думаю, что нам всем лучше от этого только станет. Откровенного говна не будет. Хотя там и так достаточно приличные уже темки. Да. Не Team Forest, конечно. Но зато на Team Forest, понимаешь, дизайн нормальный, код говно. Да. Такое медленное и хреновое, что хочется просто застрелиться и выйти в окно. Да, то есть там-то как раз, вот если бы еще начали там проверку делать, это идеальный мир был бы. Да, Мэтт Муленвег, он бы длит на Team Forest как раз по этому поводу. Во-первых, что они там не следуют заповедям про ГПО, лицензии и прочее говно. Так. Как бы не говно, а столпы там наши опенсорсные. Ну да. И типа, что код там такой опасный может быть, и настолько может репутация WordPress от этого ухудшиться. Кому же ты объяснишь, что там именно эта вот Team Forest темка говно, а сам WordPress он хороший. У всех в WordPress портится впечатление, если они нарвутся на хреновую темку на Team Forest. Все правильно, все правильно говорит, но я сейчас вот думаю, почему Team Forest невыгодно проверять код? Потому что будет меньше тем предлагать им? Да, потому что они на дизайн ориентируются. На Team Forest все знают, что ты не темку продаешь, а демку продаешь в своей темке. Если у тебя хорошая демка, твою тему купят и потом большинство людей даже в саппорт не напишут, а что я ничего не могу сделать? А потому что темка не была предназначена, чтобы ты что-то мог сделать. Темка была предназначена, чтобы ты денег отдал за то, что ты красивая демка и все. Потому что жизнь плоха без лоха. Но, к сожалению, это плохая позиция. Мэтл Мулинвек он прям такой. Он паладин WordPress. Он на другом зарабатывает. Поэтому он не паладин, он демон. Он Аладдин. Он хорошо скрывается, да. Аладдин. Босяк ты имеешь в виду? Street Red, если угодно. Да-да-да. У меня почему-то YouTube здесь открыт. Привет, спасибо за подкаст. Хочу с вами поделиться, хотя, думаю, вы уже сами знаете. Конечно, знаем. Мы все знаем. Про дайджесты. А, вот, кстати, ответим прямо в прямом эфире. Я хотел когда-то учредить рубрику в подкасте и отвечать на вопросы, которые везде пишут. Кто на Твиттере, кто на ВК в предлагаемых, кто еще где. Ну, и что? Вот, привет, спасибо. Евгений Рудой или Рудой. Подожди, почему мы тогда сейчас с тобой не собрались и начали этот дайджест рычерогом? Да потому что это бред сраный. Там дайджесты, можно жить только тем, что эти дайджесты смотреть и все. Зачем нам этим заниматься? Все правильно. Поэтому вы, дорогие, опять же, наши слушатели, присылайте уже просто самое отборное. Что? Вы, кто, у кого есть время эти дайджесты читать? Вам что сильно-сильно понравилось? Я с зубом случайно в микрофон ударился. Вам что сильно понравилось? Вы предлагайте в предлагаемых новостях просто и все на ВКонтакте. Конечно. Я думаю, это самое верное. А вообще, еще вот один меня вопрос сильно не хотел ответить. В предлагаемых. Вот такое нам иногда предлагают просто в АК-ком ВОЛ. Нам что-то уже аж в дверь звонят, мы это вырежем потом. Давай. Вот этот нам на стену. Здесь нам предлагают ВК-кап какой-то. Видимо, там проходят какие-то соревнования, кучу денег предлагают. Ага. Зачем вот так-то это предлагать? Я не понимаю, это странно. Привет, как вы смотрите на то, чтобы ради спортивного интереса, дабы подогреть интерес среди подписчиков, провести небольшой конкурс на тему редизайна вашего сайта или любого другого сайта? Посмотреть, как подписчики хотели бы видеть ваш другой сайт, подчеркнуть что-то интересное из их работ, обсудить явные ошибки, наставить на путь истинный, просто приятно провести время. Спрашивает Александр Александров. Отвечаем, Александр Александров. Мы плохо смотрим на редизайн нашего сайта. Зачем нам редизайнить наш сайт? Мы сами этим занимаемся. Я думаю, что когда мы его выкатим, мы послушаем весь хитбэк и какая-нибудь версия 1.1 некоторые с пожеланием учтет, если они адекватны. Покроют, как кобылу. Вот именно. Подожди, а тогда как мы смотрим на редизайн чего-нибудь другого сайта? Ну, а как? Ну, я не знаю, это надо нам какую-нибудь девочку нанять, которая будет движухи выкашенные придумывать. Нам вот это зачем? Мы денег на этом не заработаем. Подожди, вот тут ниже есть сайт, вот тут ниже есть сайт, который можно в принципе редизайн его посмотреть. Нет, нет, понимаешь, они боги. Вот этот Link Scars, я думаю, все уже в теме давно. Тут, причем, у меня как-то пока не загрузилось, все подлагивает, у тебя более плавно это все было как-то. Ну, походу, не под Safari, походу, для Chrome'а делал. Ну, вот все, сейчас уже так как это. Ну, ладно, мы это потом когда-нибудь посмотрим, то есть, в принципе, это круто. Поэтому, да, пишите вопросы. Подожди, тут просто есть еще какая-то часть. посмотреть, как подписчики хотели бы видеть ваш другой сайт. так просто, понимаешь, если, Александр Александров, если какие-то подписчики уже что-то как-то хотят видеть, они на Behance или на Dribble сделают проект Redesigning веб-дизайн, веб-сайт, скинут его нам, мы посмотрим и скажем спасибо за внимание и да. То есть, мне почему-то кажется, что такая движуха, да никто не будет ничего делать, просто и все. Ну, будем крутыми, может, сделаем. Еще более крутыми, хотя казалось бы. Хотя вот именно, казалось бы, куда уже. Обсудить явные ошибки, наставить на путь истины, просто приятно провести. Ну, время приятно по-другому проводит, поэтому я не знаю, может быть, кто-то и проведет, но какие явные ошибки? Явные ошибки у всех одни и те же, они ничего не читают, хотят сразу все сделать, ни хрена у них не получается, главное, ангуляр задействовать, а дальше уже похрену. Вот такие у всех явные ошибки обычно. Наставить на путь истины, смотрите наши ролики, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на все остальные соцсети, ВКонтакте, Твиттер, на Твиттере у нас много всякого интересного, на наш Инстаграм, там недавно активность возобновили. Да. Не половую, конечно, но нормальную, такую человеческую, поэтому да. Я думаю, можно уже заканчивать, мы достаточно до хрена у нас там получилось по времени, нам кусочек вырезать пришлось, потому что нам в дверь позвонили, но час, час получилось, такой в нормальном темпе, у нас уже были часовые подкасты, я думаю. Тем более тут интересно было, ужас просто. Кстати, об анонсах, в iTunes теперь не будет видосов, они будут только на YouTube, потому что это, во-первых, слишком накладно хостить эти видосы на нормальных медиахостингах, а во-вторых, нахрена. А во-вторых, там подкасты сильно слушают. Да, у нас-то есть статистика этого всего, это в iTunes ее нет, а мы это гоняем через специальный сервис, который мы не будем рекламировать, потому что он нам не дал денег за это. И мы смотрим аналитику, и подкасты-то слушают, я вам скажу, больше, чем видосы эти смотрят, поэтому не обессудьте, но звук точно будет, звуковые подкасты точно будут, потому что с ними наш хостинг справляется и без дополнительных там медиафич и так далее, поэтому... Поэтому на YouTube подписывайтесь. Да, подписывайтесь обязательно на YouTube и читайте описание к видео, мы там вообще-то много всякого пишем, кучи ссылок даем и еще раз напоминаем, где нас найти во всех площадках всевозможных. Поэтому я думаю, что всем удачного дня, пока. Пока.